Теперь давайте поговорим о том, как мы можем сделать сюда вставку. Вот если я возьму слайд просто пустой, вообще ничего больше здесь не будет. То есть у меня нет здесь активных окон. Таких окон, как были, например, вот на этом слайде, вот на этом слайде, или вот на этом слайде. Видите, я могу здесь заполнять эти слайды. У меня пустой совершенно слайд. Что я могу с ним сделать? Я могу вставить в этот слайд все, что хочу. Причем имейте в виду, что в остальные типы слайдов я тоже могу вставить это все. Мы практически с вами уже просмотрели эти вставки. То есть мы просмотрели, как рисунок вставляется, как картинки, как делаются фотоальбомы и так далее, фигуры, диаграммы и так далее. Нам нужно посмотреть здесь только еще одну очень серьезную вещь. Это мы можем сделать с вами надпись. И это первое, что мы можем сделать. Давайте напишем здесь надпись. И второе, что мы можем сделать. Мы здесь можем выбрать и добавить очень интересные тексты. Ну, например, шрифты, извините. Например, если я нажму вот сейчас на эту кнопочку. То есть вот я выбрала текст. Обратите внимание. Давайте мы вот еще раз вернемся сюда, чтобы вы видели. Вставка, вот, word art. Слова красивые, слова будем говорить. Искусство слов, да. Искусство шрифтов в данном случае. Вот я выбираю вот эту вот. С тенью красивую в обводке объемный такой текст. И если я захочу, видите, он сразу затененный. Захочу написать что-то таким текстом. Давайте опять напишем слово надпись. Видите, я просто начинаю писать. У меня появляется вот такая надпись. Я могу эту надпись, перейдя в главную, увеличить в размере. Вот, например, такую я сделаю, да. Я могу поменять шрифт. Ну, например, взять такой известный шрифт. Вот такой вот, impact. Он очень хорош для написания заголовков. Вы здесь тоже можете делать заголовки, например, для своих страничек захвата, да. Вот здесь вот мы с вами можем это убрать, чтобы оно нам не мешало. То есть вот такая работа, вставка, арт, дизайн. Вот если я сейчас это выделю, то я могу шрифт поменять. Например, мне не очень понравился этот шрифт. Я захотела его сделать в черном. Видите, сразу же у меня появляется еще один шрифт в черном. Но этот шрифт я тогда должна удалить. Обратите внимание на то, что я могу этот шрифт увеличить. Давайте еще раз мы его увеличим. Вот до 80. Я могу изменить его цвет. Я, например, захотела его сделать красным. Или давайте мы его сделаем ярко-синим. Или вот таким вот. То есть вы здесь выбираете те цвета, которые вам необходимы. Все, вот выбрали синий цвет. Пусть будет такого синего цвета. Значит, мы просмотрели с вами сейчас еще раз вот это меню, которое называется «Вставка». Здесь вы можете вставить объект. Здесь вы можете установить дату и время. Здесь вы можете поставить номер слайда. Здесь вы можете вставить формулу. Например, какую-то. Вот, пожалуйста, вам. Прямо уже подготовленные формулы. Здесь вы можете вставить видео, как мы с вами и говорили. И здесь можно наложить даже звук. Но это мы будем разбирать в следующих видео. Потому что тогда, когда мы уже будем работать с движением в Пауэрпоинте, вот тогда мы с вами на эту тему будем говорить. Итак, мы с вами создали презентацию. Я не буду сейчас говорить о том, что эта презентация удачна. Сейчас наша задача ее сохранить. То есть в данном занятии мы с вами очень многое посмотрели. Поэтому для начала, я думаю, достаточно. Вы просто попробуете использовать эту программу. Но для того, чтобы все это у вас осталось на вашем компьютере, нужно сделать следующее. Мы заходим вот в эту опцию File. И выбираем сохранить как. Я выбираю сохранить как. И у меня появляется окно сохранения. Значит, давайте мы ее назовем. Эту надпись на английском языке сразу пишите. Мы ее назовем Test. Вот она у нас. Test. И я пишу сохранить. Но обратите, пожалуйста, внимание на то, что вот в нижнем окне, вот тут, написан тип файла презентации PowerPoint. Я пишу сохранить. Все, она у меня сохранилась. Она не закрылась, эта презентация, по одной простой причине. Потому что обычно для работы используется не столько PowerPoint, а готовая, если нет, конечно, движения, не сделаны анимации, переходы внутри вашей презентации, то вы можете еще эту презентацию сохранить в другом формате. Мы опять открываем сохранить как. И нажимая вот на этот треугольничек, выбираем все возможные варианты. Если вы хотите сохранить рисунок, который вы сделали в формате GIF, пожалуйста. В JPEG, пожалуйста. Если вы хотите сделать, например, презентацию в PDF, пожалуйста. То есть вы выбираете просто PDF. Вот она у вас сразу появляется решение. Пишите «Сохранить». И идет публикация этой презентации. Но она у нас с вами пустая. Ну вот мы видим название «Тест PDF». И если я начну перелистывать, то вот они, эти листочки наши, те, которые мы с вами сделали, вот они здесь сохранились. И вот они здесь пока есть. В PDF-формате очень удобно снимать видео. В PDF-формате очень удобно делать презентации. Если, конечно, ваша комперенц-комната загружает PDF-формат. Итак, сегодня мы с вами поговорили о такой замечательной программе для создания презентации, которая называется PowerPoint. Советую вам ее освоить, если вы еще не работаете в ней. Советую ее использовать постоянно. Еще раз повторяю, что это незаменимый инструмент для блогера. Всего доброго. С вами была Смирнова Фина.